ЛПИС, Испания, на Украине, герои, а в России, Пилар Боннет. ЛПИС, Испания. 9 сентября 2019 года. В эту субботу Москва и Киев произвели обмен пленными, по схеме 35 на 35, согласно спискам, опубликованным на Украине. Гражданство этих бывших заключенных определяется не только их паспортом, но и целым рядом политических обстоятельств. 35 человек, возвращенных Украине, являются гражданами этой страны, хотя после аннексии Крыма в 2014 году Россия в принудительном порядке выдала свои паспорта жителям полуострова, в частности, кинорежиссеру Олегу Сенцову. Те, кто летел из Москвы в Киев, возвращались на родину, независимо от того, смогут ли они в дальнейшем физически добраться до Крыма или нет. Как в случае Олега Сенцова. Украина приняла их как героев. Но из тех 35 человек, которые прилетели в Россию, не все возвращаются к себе домой. По крайней мере, Владимир Цемах и двое украинских дезертиров, у которых имеются украинские паспорта. Россия действует в соответствии с той стратегией, которую выбрали в Кремле в отношении Украины. Встреча пленных в аэропорту Борисполь в Киеве и во Внуковье в Москве происходила по-разному, что прекрасно видно из телевизионных репортажей. В Борисполе вернувшихся на Украину приветствовал сам президент Владимир Зеленский, который сердечно жал каждому руку и обнимал этих исполинов, которые от переизбытка чувств чуть не повалили президента на землю. Журналисты попытались взять интервью у всех прилетевших. В Москве прием сосредоточился вокруг журналиста Кирилла Вышинского, руководителя отделения российского государственного информагентства РИА Новости Украина. Его торжественно встретили коллеги. Однако, как видно из официальных репортажей, там не было ни президента Владимира Путина, ни других официальных лиц. Остальные освобожденные после прибытия во Внуково лишь совсем ненадолго появились в официальном репортаже телеканала «Россия-24». Возможно, потому, что часть из тех, кто приземлился в субботу в Москве, не возвращаются домой, а приезжают на свою новую, вынужденную родину. Некоторые, в частности Владимир Цемах, который был командиром батальона противовоздушной обороны в окрестностях города Снежная 17 июля 2014 года, когда был сбит малазийский «Боинг-777» и «МХ-17» с 298 людьми на борту, смогут легко затеряться на своей новой родине, чтобы избежать возможного обвинения или вызова в суд в качестве свидетеля. Украина относится к своим освобожденным пленным как героям. А как к ним относишься ты, Россия? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.